Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весть Карачаево-Черкесия». События понедельника в репортажах наших респондентов. Главные новости. Что происходило в жизни второго по величине города республики в прошедшем году и какие изменения ждут Карачаевск в нынешнем мэре Альберт Доттаев о планах и проделанной работе? В прокуратуре республики выработали меры, способствующие повышению эффективности работы по защите законных интересов и восстановлению жилищных прав детей-сирот. Боюсь сама заболеть, а потом заразить своих близких. В Карачаево-Черкесии, как и во всей стране, продолжается кампания по массовой вакцинации от коронавируса. Если каждый из нас начнет убирать за собой, не будет такой печальной картины. Сотрудники Министерства природных ресурсов вышли на генеральную уборку Красногорского нарзана. О проделанном за прошедший год и о планах на предстоящий в традиционном отчете перед депутатами городской думы и общественностью поведал мэр Карачаевска Альберт Доттаев. В своем докладе он затронул наиболее важные направления в работе городской администрации в 2020 году. Также городоначальник отметил, что прошедший год, хоть и был весьма непростым из-за ограничительных мер, предпринятых по недопущению коронавирусной инфекции, но рост в экономике удалось сохранить. В основном выступление городоначальника было посвящено задачам на перспективу и вопросам социально-экономического развития города. Финансовому управлению уже поставлена задача разработать рабочие проекты. Для тех, кто может создать производство и новые рабочие места, у города есть достаточно интересные предложения. Инвесторам с оригинальными идеями мэрия Карачаевска готова отдать городскую баню, которая не функционирует уже несколько лет. Конкуренции в этой сфере здесь нет. Ну а для тех, кому тема парилки неинтересна, есть территория бывшего лицея номер 4. Пожалуй, самое выгодное место в Карачаевске с точки зрения коммерции. А еще у муниципалитета можно взять в аренду новый летний бассейн. Ну а для тех, кто любит масштабные проекты, у города есть предложение по восстановлению тепличного комплекса бывшего КЗК в общей площади в 4 гектара. Главные условия на все объекты – исключительно целевое использование и создание новых рабочих мест. У нас первые на эти вопросы откликаются шустрые ребята, которые хотят это взять, потом кому-то перепродать. Этого не будет. То есть это все будет отходить только к тем, кто это может там реально делать. Прибегают те, которые в надежде, значит, посредничать между тем, кто может. Но я этого не допущу, потому что есть у меня опыт. Альберт Дутаев коснулся и вопроса оттока населения из городского округа и обозначил первые шаги, необходимые для предотвращения этого. Помимо создания новых рабочих мест, в планах организовать городской общественный транспорт, который свяжет Карачаевск со всеми населенными пунктами округа. Коснулся мэр Дутаев и вопроса развития Домбая. Он отметил необходимость комплексного подхода к целому ряду вопросов, сложившихся в течение последних десятилетий. Необходим совершенно новый подход к развитию архитектурной, транспортной и туристко-рекреационной инфраструктуры, выразил уверенность он. Вы все знаете, Домбай превратился у нас в Шанхай. Там вот эта хаотичная застройка, не позволяющая ни убирать улицы, ни тротуары сделать, ни места развлечения. Это общая проблема. Через юридороделы освоят законы, по которым земля будет изыматься на муниципальные нужды или за нецелевое использование. Несмотря на все сложности 2020 года, в Карачаевском городском округе были благоустроены две общественных и семь дворовых территории. В поселке Майра-Аяга и в городе Тиберда по программе «Демография» построено два дошкольных учреждения на 80 мест каждой. В числе первых на ближайшую перспективу намечена капитальная реконструкция центральной площади. Здесь обязательно будет фонтан и зоны для приятного времяпрепровождения для семей с детьми. А еще Карачаевск в этом году участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. По условиям конкурса проект облагораживания общественной территории должен быть сформирован исключительно по предложениям самих горожан. Экспертная группа дала понять, что одним из важных составляющих при получении этого проекта будет вовлеченность жителей, активность. Будут мониториться соцсети, будет мониториться вот этот информационный портал, на котором будет проходить голосование. Если максимальное количество жителей мы охватим, это будет уже половина победы. Данный проект очень важен для нашего города. В случае победы это будет бесценным подарком не только для жителей Карачаевска, но и для всех близлежащих населенных пунктов, акцентирует Тамерлан Байчоров. По предварительным планам здесь будут зоны для активного отдыха. Мангальные зоны облагородят пруды и, может быть, появится этнодеревушка. А еще в Карачаевске наконец-то появятся постоянно действующие аттракционы для детей. Помимо отдыха новый парк сможет принимать различные культурные и спортивно-массовые мероприятия. Участвовать в обсуждениях и поддержать своим голосом проект «Зеленого острова» в Карачаевске можно будет с 26 апреля до 30 мая. Ахмад Халкевичев, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. В прокуратуре Республики состоялся круглый стол по обсуждению актуальных проблем обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Было отмечено, что несмотря на меры, принимаемые органами исполнительной власти, своевременное предоставление жилья данной категории не осуществляется. Основная причина – отсутствие необходимого финансирования. По итогам прокурорского вмешательства удалось добиться увеличения финансирования с 15 до 53 миллионов рублей. В текущем году на эти цели выделено 84 миллиона. В прошлом году для детей-сирот приобретено 54 жилых помещения, из них 35 по судебным решениям. По итогам круглого стола выработаны меры, способствующие повышению эффективности работы по защите законных интересов и восстановлению жилищных прав детей-сирот. Я бы отметил положительную тенденцию в части финансирования со стороны республиканских органов власти. Эта сумма в разы увеличивается. Что касается работы прокуратуры, то мы на систематической основе отслеживаем этот момент, реагируем. Также наша работа строится и во взаимодействии с органами исполнительной власти при формировании бюджета на следующий год. Ну а сейчас о погоде. Похоже, весна наконец вступила в свои права. Давайте узнаем прогноз слова нашим синоптикам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Зато встретить банк, за которым чувствуешь себя, как за каменной стеной, легко. ПСБ. Банк сильных людей. Это «Большие вести». В прямом эфире мы продолжаем. В Карачаево-Черкесии, как и по всей стране, продолжается кампания по массовой вакцинации от коронавируса. Во всех городах и районах республики при медицинских учреждениях организованы пункты бесплатной иммунизации. Напомню, привиться могут все желающие старше 18 лет, если нет противопоказаний. Что нужно знать о вакцине и вакцинации в материале Мурата Джангёзова. Заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжает оставаться на высоком уровне. Единственный способ обезопасить себя и близких – это вакцинация. В настоящее время иммунизация населения проводится во всех городах и районах республики. Специалисты говорят, что вакцинированный человек со стопроцентной вероятностью избежит при заражении коронавирусом тяжёлой формы течения болезни и летального исхода. Боюсь сама заболеть, а потом заразить своих близких. Мне не хочется. Так что решила сделать. Я вообще-то медработник бывший. Я считаю, что это необходимо каждому человеку. И потом я просто приняла это решение и всё. Многие сомневаются, стоит ли делать прививку от коронавируса, и их опасения можно понять. Вакцина зарегистрирована по ускоренной процедуре и испытания ещё не завершены. Однако есть немало убедительных аргументов в пользу прививки. Согласно проведённым испытаниям, эффективность вакцины «Спутник-5» составляет 96%. До сих пор не зарегистрированы случаи тяжёлых, а тем более летальных последствий. После введения вакцины вы, возможно, избавитесь от ряда социальных ограничений. К примеру, многие страны вводят максимально благоприятный режим именно для вакцинированных. По результатам испытаний для здоровых людей вероятность развития опасных последствий при прививке крайне мала. Человек, когда прививается, естественно, есть после вакцинации определённые ограничения. Но они незначительные. То есть это в течение трёх дней не мочить место инъекции, куда вводится вакцина. Затем избегать чрезмерных физических нагрузок, не употреблять алкогольные напитки. Ну и не посещать сауну, баню. То есть такие вот рекомендации, которые мы имеем. Расработчики «Спутник ВИС» считают, что благодаря двухэтапному вакцинированию эффективная защита будет сохраняться в течение как минимум двух лет после введения препарата. Для сравнения, производители западных вакцин гарантируют не более полугода иммунной защиты. Мурат Ченкиозова, Алиба Астанов, Вести Карачаева, Черкесия. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 19 647 человек. Из них 18 635 выздоровели, 122 человека госпитализированы. Близится время пикников. После зимы тепло вытянет людей на природу. Ну а там всех ждет пренеприятнейшая картина – помойка и мусорные завалы. Особенно этим страдают популярные места для отдыха. Красногорский нарзан входит в список самых посещаемых и, как следствие, самых замусоренных мест. На борьбу с беспорядком, с гроблями и мешками вышли сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Карачаева-Черкесии. К ним присоединилась Фатима Даурова. Поляна Красногорского нарзана – популярное место отдыха местного населения и туристов, как и лесной массив по береговой линии Кубани. Здесь любят отдыхать на природе с палатками, ловить рыбу, купаться и жарить шашлыки, запивая вкусную еду отличным красногорским нарзанам для лучшего пищеварения. Но почему-то любители такого отдыха забывают убирать за собой, чему свидетельствуют мусорные завалы, расположенные прямо у источника и по всей территории. На борьбу с ними вышли более 200 человек, которые стали участниками Всероссийской экологической акции «Вода России», приуроченной к Международному дню леса и дню водных ресурсов. Всех благодарим, призываем всех жителей Карачаева-Черкесии к тому, чтобы таких акций было меньше. А когда будет меньше, когда мы будем сорить меньше. Вы прекрасно видите, какой пейзаж, как красиво, какая природа. Но, увы, отдыхающие за собой не привыкли убирать. Хотя здесь организованно стоит мусорный бак. Пожалуйста, отдохну, всё собери и за собой убери. За собой убирают единицы. На территории республики практически не осталось диких мест для отдыха, не тронутых чистоплотными туристами. И как бы это ни прозвучало горько самими хозяевами. И если раньше природа сама худо-бедно со временем перерабатывала следы деятельности человека, то с современными отходами она уже эффективно бороться не может. Это отлично понимают сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Карачаева-Черкесии, которые выступили главными организаторами природной уборки. К ним присоединились представители районных лесничеств, отделов водных ресурсов Кубанского водного бассейнового управления, волонтёры экологических движений. На генеральную уборку Красногорского нарзана попал и турист из Белоруссии Александр Добудько. Приехали к нашим друзьям в этот славный город. Сейчас выходной день, поехали на экскурсии. Очень радует, что люди не только потребляют природу эту, а на самом деле они помогают, убирают за теми, кто её не ценит. Как мы по федеральной трассе ехали, вот сразу в ваш регион заезжаешь и чувствуется сразу, ну, хозяйская рука вот такая. За пару часов участники акции успели собрать 500 мешков мусора на площади более чем 5 гектаров. У журналиста есть золотое правило – показывать ситуацию объективно, но беспристрастно. И давая при этом возможность зрителю делать свои выводы. Но сейчас я не могу остаться в стороне и не призвать каждого, кто увидит этот сюжет, присоединиться к этим людям, которым неравнодушна экология нашего региона. Один в поле не воин. Этот постулат здесь не работает. Если каждый из нас начнет убирать за собой, не будет такой печальной картины, которую, к сожалению, мы сегодня здесь встретили. И памятка для отдыхающих. В следующий раз, делая глоток полезнейшего природного источника и вдыхая свежий чистый воздух, не забывайте, что природа тоже должна дышать. Не перекрывайте ей доступ кислорода. Задыхаясь под мусорным одеялом из пластика, она из последних сил пытается выжить. Но все-таки дарит нам несравненную красоту родной республики. Фатима Дорова, Лебастана, Вести, Карачаево-Черкесия. Таким был понедельник, Карачаево-Черкесия. Прямо сейчас смотрите первые серии фильма «Теория вероятности». Приятного просмотра и ждите везде. Субтитры создавал DimaTorzok